Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мои гости не просто диагностировали рак, ее мать умерла от рака. Джесси Эми Шэмп развели в себе сверхъестественное сострадание и обрели власть над раком. И не только над раком, но и над всеми болезнями. Они первопроходцы, которые учат тому, как высвобождать чудеса в славе. Вы готовы к чудесам в славе? Надеюсь, что готовы. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Джесс, я слышал от вас, Эмми, о множестве чудес. Сложно поверить, что в 14 лет у вас случилась передозировка наркотиков и алкоголя. Вас срочно повезли в больницу. И что сказали врачи о вашем состоянии? Что от смерти меня отделяли полчаса. Я был к ней очень близко. Это было чудо, что мой отец вовремя меня нашел. Вообще-то я рос в христианской семье. Вы говорили, что убежали от Бога. Не ушли, а именно убежали. Да, совсем как и он. Я продолжал бегать от Бога, даже после передозировки. Я побывал в тюрьме и в репцентре. Потом в 20 лет я снова оказался за решеткой. Я сказал Богу, я сдаюсь. Что бы ты ни призвал меня делать, я это сделаю. Это было самое важное мое решение в жизни. А затем судья сказал вам, Джесс, выбирай. Либо ты отправляешься в тюрьму, либо в христианский центр для подростков. Вы не были глупым. Конечно, в центр для подростков. И что же там произошло? Попав в центр для подростков, я посвятил время усиленному посту и молитве. Я просто начал день за днем искать Господа. Я молился в Духе Святом. Я бросал себе вызовы каждый день. Сначала я молился в тайной комнате. Один час. Затем два. Затем три. А затем четыре часа. А что с вами происходило? Расскажите о своих переживаниях. Меня посетил Дух Святой. Это было невероятно сильно. На меня сошел Божий огонь. Я помню, что ощутил этот огонь в своих руках. Я пережил любовь Бога. Это был ошеломляющий и всепоглощающий огонь Божьей любви. Я был полностью сокрушен. Я взывал к Богу о душах и просил Бога направить меня к народам. Затем я попросил Духа Святого научить меня поклоняться. И Дух Святой начал учить меня славить, поклоняться и служить Господу. Каждый день я уходил в свою молитвенную комнату, и когда я делал это, облако славы сходило на меня все сильнее. Однажды я сказал, «Господь, я хочу всего, что у Тебя есть». В это время поста и молитвы я испытал сильную жажду и отчаяние. И тут я увидел большое облако, которое сошло с небес. Оно целиком объяло меня. Я весь был окутан этим облаком. Эта встреча была настолько сильной и трепетной, что я сказал, «Господь, останови это, я больше не могу». Мне казалось, что я сейчас умру от переживания близости к Богу. Или же, ну, так мне казалось, что я могу даже перенестись на небо, как Енох. Эми, поговорим теперь о вас. В это время ваша жизнь шла своим чередом, и чуть позже вы поженились. Верно. Вам было около 17 лет, и ваши друзья подшучивали над вами и говорили, «Успокойся немного, ты зашла слишком далеко со своим Богом». Верно. Почему вы зашли настолько далеко, что это даже напугало ваших друзей? Почему? Я росла в Алабаме, в маленьком городке, с населением в 4000 человек. Я ничего не знала о сверхъестественном и чудесах. Я знала, что в жизни есть что-то большее. Я знала, что у Бога есть для меня нечто большее, и я жаждала этого. Эту жажду невозможно было утолить ничем другим. Я исполнилась духом, когда мне было 17 лет. Я так жаждала спасения душ, что покупала Библию и раздавала их на улицах. Я молилась в Духе Святом, и друзья не знали, как это воспринимать. Они говорили, что я была слишком спасена. Когда вас впервые попросили сказать слово в церкви, когда это было? Расскажите. Мне было 17 лет. Я была исполнена духом. Однажды меня попросили сказать слово в моей церкви. Я поделилась тем, что знаю, и своим свидетельством. Молодые люди выходили вперед в слезах и говорили, что никогда так не переживали Бога. Тогда-то я и поняла, что Бог призывает меня проповедовать Евангелие. В череде этих событиями по-настоящему шла за Богом. Настало время, когда вы пережили чудо от Бога, и вот вам диагностировали очень редкий тип рака. Да, все верно. Через год после того, как я исполнилась духом, мне поставили диагноз рак. Врачи сказали, что выявить такой тип рака – большая редкость, один случайный миллион. Я еще не знала о божественном исцелении, но, слава Богу за врачей, я верю, что Бог исцеляет и через них. Рак отступил, но я ощутила, что враг атакует меня в той самой сфере, где меня призывает Бог. То есть он атакует в сфере чудес. Дьявол не только пытался уничтожить ее посредством рака, Эми узнала, что у ее матери тоже обнаружили рак. Она великая женщина Божья. Ее муж тоже великий муж веры. Однако все сложилось не так, как она ожидала. Но из-за попыток дьявола уничтожить ее, из-за того, что дьявол сделал с ее матерью, у Эми и Джесса, родилось горячее желание. Подарите вам свободу от любой болезни с помощью чуда исцеления, и мы узнаем о том, как этого достичь после короткой паузы. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Итак, Джесс горит для Бога. Эми горит для Бога. И тут ей снится сон о ее будущем муже. Расскажите теперь, что это было за сон? Почти сразу после того, как я исполнилась Духом Святым, мне приснился сон. Он был таким ярким. В этом сне я была старше. Находилась в служении, была замужем и жила в другой стране. Мы служили в миссии, евангелизировали. И в этом сне я увидела, как будет выглядеть мой будущий муж. Тогда я себе и представить этого не могла. А затем он появился в вашей церкви. Даже более того, он говорил там слово, проповедовал. И вы поняли, что это именно он, тот человек, который дан вам Богом. Каковы были ваши действия? Мы не то чтобы встретились, когда я впервые его увидела, но я сразу поняла, что это он, и была удивлена, что он выглядел именно так, каким я его видела во сне. В тот вечер я позвонила своей маме и все ей рассказала. Позже мы начали встречаться, и моя мама припоминала мне тот разговор, когда я ей сказала, что он будет моим мужем. Это еще не все. Они обручились и оба услышали одно и то же слово. Джесс, поведайте нам, что вы оба услышали от Бога в тот момент. Когда я сделал Эмми предложение, мы вернулись к алтарю и услышали пение ангелов. Мы оба услышали прекрасную музыку и пытались понять, откуда она льется. Рядом не было ни телевизора, ни радио. Мы сказали об этом друг другу и поняли, что это было нечто сверхъестественное. Спустя полгода после свадьбы маму Эмми постигла трагедия. У нее нашли рак. Думаю, вашей первой мыслью было, мама, мы обязательно победим. Да, так и было. Мы с Джессом поженились, начали служить, путешествовали, проповедовали, возлагали руки на больных, и люди исцелялись. Через шесть месяцев у моей мамы обнаружили рак. Это была такая борьба. Мне нужно было продолжать поездки и служение. К сожалению, моя мама умерла. После этого я начала по-настоящему искать Бога. Я ощущала, что внутри меня поднимается такой праведный гнев. Я хотела отомстить врагу. И мы с Джессом решили искать ключи к тому, чтобы увидеть исцеление от рака. Как это происходит? Почему? Затем вам приснился сон. Да, когда я искала Бога, постилась и молилась. Бог ответил мне во сне. В этом сне я увидела огромную змею. У нее была большая голова. Я тащила эту змею за хвост, и тут увидела меч. Я взяла этот меч и отрубила змее голову. Во сне я знала, что эта змея – символ рака. Иисус говорит, все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. В послании эфесянам сказано о всеоружии Божьем и о мече Духа, Слове Божьем. Когда я начала молиться об этом сне, Господь стал давать нам с Джессом ключи и откровения в Слове Божьем о власти над болезнями и немощами. С того момента мы видели много людей, исцеленных от рака и опухолей. Однажды во время служения в Милоке пастор подвел к нам женщину. У нее была четвертая стадия рака. Врачи отводили ей шесть недель жизни. Они велели ей вернуться домой и навести порядок в делах. Это была серьезная ситуация. Мы с Джессом переглянулись и поняли, что нужно согласиться и с верой молиться за нее. Мы возложили руки и стали молиться. Мы стали проклинать все опухоли. В голове этой женщины было восемь опухолей. Четвертой стадии. Мы стали проклинать эти восемь опухолей. И через полторы недели мы получили удивительное свидетельство. Эта женщина сходила к врачу, где выяснилось, что она была на сто процентов исцелена. Опухоли исчезли. Врачи не смогли это объяснить. Она была исцелена. Джесс, в числе прочего, вы действуете в сострадании самого Иисуса. Расскажите мне и научите меня такому состраданию. Конечно. Мне всегда нравилось местописание, где сказано, что Иисус увидел толпы людей и жалился над ними. Иисус увидел слепых, страдающих и униженных людей, которым нужны были чудеса. В его сердце родилось сострадание и желание увидеть этих людей исцеленными. И Иисид, я верю. Если мы сможем развить в себе такое же сострадание, мы увидим еще большее действие силы от нашего Бога. Я уверен в этом. Когда мы вернемся, хочу, чтобы вы рассказали о чудесах в славе и помолились о наделении состраданием самого Иисуса. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. У вас было видение о славе Божьей. Расскажите о нем. Я искал Господа, спрашивая о судьбе Америки. Я спрашивал, что Он приготовил для Америки. И мне приснился сон, в котором я увидел пробуждение на стадионе. Этот стадион был заполнен тысячами людей. Слава Божия наполняла стадион, и это было очень мощно. Казалось, что это вовсе не сон, а все происходит наяву. Я посмотрел на сцену и увидел множество мужчин и женщин, которые служили в славе Божьей. Они служили не просто в помазании или возлагая на людей руки. Это было общее помазание, общая слава, и чудеса происходили легко. Расскажите мне о таком собрании, где сошла слава, и чудеса происходили легко, как вы и сказали. Конечно. Я был в Северной Дакоте и спешил на собрание. А вдруг в видении я увидел руку Бога. Я понял, что это рука Божья и слава Божия. В книге Аввакума сказано о тайнике силы в руке Бога. Господь сказал мне, Джесс, не возлагай ни на кого руки в собрании. Они будут исцеляться во славе. Приехав на собрание, я просто провозгласил чудеса. Пришла атмосфера силы Божьей. Одна женщина была глухой на одно ухо в течение долгих 15 лет. И вот в славе Божьей глухота ушла мгновенно. Это было чудесно и великолепно. Слава исцеляла людей. Я бы хотел, чтобы вы вместе помолились за сострадание и высвобождение чудес во славе. Скажите, вы помолитесь? Да, конечно. Отец, благодарим тебя за тех, кто нас смотрит. Мы молимся, чтобы слава Божия вошла в их дома, чтобы ты коснулся их, чтобы исцелил их тела. Отец, мы молимся о наделении состраданием, об ошеломляющем огне твоей любви. Пусть сострадание наполнит этих людей, и они будут молиться за больных и служить им во имя Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы исцеляющая сила и слава Иисуса входила в их дома. Мы связываем все болезни и немощи. Отец, мы благодарим тебя за то, что это твое облако касается их и исцеляет. Аллилуйя. Отец, благодарим тебя за твою славу. Пусть твоя слава покроет сейчас каждого зрителя. Во имя Иисуса пусть твое облако окружит их. Пусть их окружит твоя любовь и слава. Отец, мы провозглашаем чудеса. Мы говорим к их телам в славе и приказываем телам исцелиться прямо сейчас. Я ощущаю жар в ухе. Отец, спасибо, что исцеляешь уши. Открываешь уши глухим во имя Иисуса. Я чувствую, что сейчас нас смотрит женщина в красной футболке. Вас зовут Карен. Вам 37 лет, и у вас рак. Отец, благодарю тебя, что сейчас ты касаешься ее тела во имя Иисуса Христа. И ты исцеляешь любой рак и все опухоли во имя Иисуса Христа. Я уверен, что вы можете согласиться в молитве о каждом, кто болен раком. Я согласен, чтобы вы помолились и приказали духу рака убраться из жизни людей. Конечно. Мы молимся в согласии о каждом зрителе больном раком. Мы берем власть над этим духом и благодарим за то, что сейчас их тела наполняет жизнь Бога, свет и слава Божья. Она переполняет их и касается их тел. Мы приказываем их телам исцелиться во имя Иисуса Христа. Да, Господь, сейчас мы проклинаем каждую опухоль во имя Иисуса. Каждую опухоль в мозге и в теле во имя Иисуса. Пусть она отступит перед именем Иисуса. Пусть придет исцеление и помазание. Сид, я чувствую побуждение взять власть над глухотой. Отец, благодарим Тебя за каждого, кто страдает от глухоты, и берем над нею власть. Мы приказываем ушам открыться во имя Иисуса. Мы приказываем барабанным перепонкам восстановиться. Если у кого-то нет перепонок, мы провозглашаем новые перепонки во имя Иисуса, приказываем ушам открыться. Во имя Иисуса Христа. Да, спасибо, Иисус. Во славе вы можете получить свое переживание Бога. Если только вы произнесете эту молитву от всего сердца, я уверяю вас, вы получите личное переживание Бога. Поэтому повторяйтесь за мною вслух, дома или там, где вы находитесь. Дорогой Бог, я согрешил против Тебя, только против Тебя. Бог, Ты так благ. Мне очень жаль. Я верю, что Иисус пришел. И пролил Свою кровь, чтобы мои грехи были омыты. Я мог начать жить заново. Это мое новое начало. Теперь, когда я чист, Иисус, войди в мое сердце. Я признаю Тебя своим Господом. Я хочу пережить Тебя лично. Я люблю Тебя, мой Господь. И молюсь во имя Иисуса. Аминь. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В прошлом феврале на меня напали, у меня было сотрясение мозга, и я ощущал усталость. Сид помолился за высвобождение ангелов исцеления, и моя шея была исцелена. Сейчас мне 19, но я была спасена в 16, и Ваша программа направляла и помогала мне расти в слове и сверхъестественном. Свидетельства, которые я слышала, вселяли в меня огромную веру и желание жить в святости и праведности. Если бы не это сверхъестественно, не думаю, что я была бы сейчас там, где я есть. Мне 17 лет, и я хочу сказать, что это служение изменило всю мою жизнь. Я спасен уже 4 месяца, и вся моя жизнь изменилась. Это потрясающе. Это лучшее, что со мной происходило. Это служение подняло мою веру на новый уровень. Дэниел. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я доктор Сэнди Калкин. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом. Я расскажу, что настало ваше время вступить в свою сверхъестественную судьбу. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Молитвы – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям для вашей жизни. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве, развивая ответственность. В нашем приложении всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ и АСН в сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатно и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом». Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». Продолжение следует...